Мы видим, что даже вычислилось корректно, в том примере результатом был 20x. И тут вот то же самое, 20x, единичка домножилась на 20, получилось 20, 12 домножилась на 20, получилось 240. То есть вычислилось корректно. Может возникнуть вопрос, а как наша функция понимает, как вычислить по себе производную? Дело в том, что функция понимает, в каком порядке мы делали операции и знает аналитические формулы, как по этим операциям производить вычисление производной. Мы можем увидеть порядок тех операций, которые мы производили, и даже вывести его на экран. Если мы возьмем у функции атрибут grad fn, это будет последняя функция, которая привела к конечному результату. Предпоследнее можно посмотреть вот таким образом. Предпредпоследнее и конечное. И мы видим, что в конце мы делали multiply backward, это значит, что мы делали умножение. Предпоследнее это было суммирование. И предпредпоследнее это было вычисление квадрата. Когда все функции закончились, последняя функция это accumulate grad. То есть посчитать весь градиент. Мы закончили разворачивать формулу, давайте считать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...